В эфире информационная программа СТВ в студии Никиты Галочкин. Здравствуйте! В регионе на неделю планируют перекрыть участок дороги М5 Урал. Речь идет о трассе с 962 по 964 километр. Это Жигулевские горы. Дорогу закроют для проведения работ, которые позволят предотвратить оплозе невозможное разрушение проезжей части. Проезд будет ограничен с 3 часов утра 27 июня до 4 июля. За это время дорожники планируют укрепить насыпь и обеспечить водоотвод от проезжей части. Объехать участок можно будет через Жигулевск по проезду Отважный, а также по улицам Никитинская и Новосамарская. На автовазе могут вести четырехдневную рабочую неделю. Такой указ издал президент компании Максим Соколов. Однако документ носит превентивный характер. В случае положительного решения руководства автозавода, четырехдневную рабочую неделю на предприятии могут вести с 5 сентября. Самарские врачи провели уникальную операцию по пересадке почки от матери к сыну. Это уже вторая подобная операция в регионе по родственной трансплантации жизненно важного органа. Сама операция длилась около четырех часов. Подробнее в нашем материале. Сыну Елены Юлиной 15 лет назад поставили диагноз – хроническая почечная недостаточность. Со временем стало ясно – необходима пересадка органа. А возможности родственной трансплантации мама с сыном узнали случайно из выпуска новостей. Елена признается – на операцию решились почти сразу. У нас было ни минуты сомнения, что нам надо идти, делать и как бы доверие врачам. Единственное было ожидание – это подойду ли я. И когда мы первый раз пообщались с Парабиной Еленой Валерьевной, это, конечно, уникальные люди. У нас такое вдохновение, у нас она вселила, как будто вот мы вот завтра уже идем и делаем эту операцию, и все хорошо, и все. Операцию сделали 21 июня. Она заняла около четырех часов и прошла, по словам врачей, в штатном режиме. Сам реципиент, как и его мама-донор, чувствует себя хорошо. С каждым днем все лучше и лучше. Прям заметно лучше. Я думаю, это идеальный вариант в моем случае. Подготовка к операции, по словам Валерия, заняла месяц. Сначала собрали все необходимые документы и прошли обследование. Противопоказаний не было. За все время в клиниках сам ГМУ – это вторая родственная трансплантация. Главная мотивация была в том, что улучшается качество жизни в разы после пересадки почки. И родственная пересадка имеет ряд преимуществ по сравнению с трупной пересадкой. Во-первых, потому что пациент не стоит влезти ожидания. Отдаленный результат намного лучше, чем при трудной трансплантации почки. И, опять-таки, минимальная иммуносупрессия, потому что родственника генотипирование максимально подходит. В Самарской области трансплантационная медицина активно развивается. Важную роль в этом играет сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром имени Шумакова. В настоящем этапе основные приоритеты для центра Самарского – это трансплантация почки печени и сердца. Опыт пересадки печени, опять же, совместно с московскими институтами у нас имеется. И в перспективе, конечно, очень бы хотелось, чтобы в клиниках началось выполнение трансплантации сердца. К этому подготовка ведется. Пациенты, мама и сын чувствуют себя хорошо и готовы к выписке. Их обеспечивают всеми необходимыми препаратами. Валерий, которому пересадили почку, будет наблюдаться пожизненно, а его мама – в течение месяца. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ В регионе подтвердили еще 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 13 пациентов госпитализировали. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 385 692 случаев COVID-19. Из них 377 133 человека полностью выздоровели. Жертвами ковида за все время наблюдений стали 7897 наших земляков. В том числе, один человек только за последние сутки. Жители дома 331А по проспекту Кирова уже месяц не могут нормально умываться и принимать душ. Причина в проблемах с водоснабжением. В таких условиях люди живут уже месяц. Обращения в различные инстанции не помогают решить вопрос. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дежурные по городу». Пока рука свободно терпит воду из горячего крана, терпение людей заканчивается. Утренние сборы на работу и по делам превратились в квест для жителей. Они гадают, получится ли умыться и принять душ. С горячей водой проблемы у меня постоянно. То есть горячая вода, то нету, то есть давление в горячей воде. То есть нет давления, то есть давление, то температуры нету, то наоборот, постоянно. Мыться его невозможно как-то. Пойдешь мыться, есть давление, начинаешь мыться, то холодное, то вообще воды нет. Все началось 27 мая после гидравлических испытаний. Горячую воду отключали на две недели, а когда дали, начались проблемы. По словам жильцов, даже если есть напор, температура воды совсем не соответствует норме. Сливем и намеряем. Люди говорят, такая же проблема с водой есть еще в нескольких соседних домах. В попытках решить проблему жители неоднократно обращались в различные инстанции. Но это не дало результата. Мы обращались в администрацию районную и в ресурсоснабжающую организацию. Мотивирует администрация тем, что ресурсоснабжающая организация не может произвести ремонтные работы на нашей ветке. Так как там находятся гаражи. Гаражи находятся в собственности граждан. И это затрудняет дальнейшую работу ресурсоснабжающей организации. По одной из версий, что в районе 395 дома аварии, гаражи стоят и собственники хотят их убирать. Другой отдел администрации района говорит, что гаражи там не мешают провести ремонтные работы. И почему ПТС их не проводит, остается загадкой. То есть реальную причину мы не знаем. Дозвониться ни разу не получилось за этот месяц до 5 района тепловых сетей, который за это отвечает. То есть там трубки вообще никто не берет. Я на прошлой неделе туда заехал, попал в кабинет начальника. Общаются, мягко говоря, хамовато. Почему-то сразу общение идет на «ты». На причины объяснять он отказывается. Заявил, что у вас вообще горячей воды не будет. Люди жалуются. Жить в таких условиях непросто. Самые большие проблемы с напором и температурой воды – в утренние и вечерние часы, когда многие просыпаются или готовятся ко сну. Жители просят ответственной организации не оставаться в стороне и исправить ситуацию. Прошу данный материал считать официальным заявлением от лица всех жильцов нашего микрорайона, кто с этой ситуацией столкнулся, в департамент городского хозяйства и прокуратуру города и района с просьбой разобраться и решить этот вопрос в конце концов. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. В регионе свыше 8,5 тысяч человек употребляют наркотические вещества. Из них более 5 тысяч считаются больными наркоманией. Люди какого возраста подвержены зависимости больше всего и какие методы лечения и профилактики сегодня используют в наркодиспансерах обсудили на пресс-конференции с участием медиков и представителей специализированных некоммерческих организаций. Подробнее расскажем далее. Легких наркотиков не существует. Все это уловки торговцев с запрещенными веществами, говорят эксперты. При этом медики отмечают, последствия употребления практически всегда остаются на всю жизнь. Это важно понимать каждому. Как правило, первые пробы происходят в 7-9 лет. Я говорю о сигаретах, потому что курить начинают пробовать в таком возрасте. Если неправильно отреагировали, ну, что называется, я тоже пробую, то пытливый мозг начинает дальше искать какие-то вещи. Потом идет алкоголь в допустимые какие-то моменты. И вы знаете, ни в одной классификации нет понятия легкие. На учете в наркодиспансерах стоят, как правило, молодые люди в возрасте от 25 до 50 лет. Правда, бывают пациенты и моложе, в том числе и дети до 14 лет. У нас на 1 января 2022 года было 8663 в лица злоупотребляющих наркотическими веществами и где-то 5200 именно больных наркоманий. И по данным наркодиспансера, в сравнении с прошлым годом, число таких пациентов немножко выросло на примерно где-то 10%. И ежегодный прирост пациентов таких на уровне 919-920 человек. Важно, что 20% это женщины. Ну и, конечно, очень грустно о том, что 58% это подростки. Эксперты отмечают, чаще всего в обиходе у наркозависимых синтетические вещества. В последние годы они активно стали вытеснять традиционные. Их удобнее прятать и продавать через интернет. При этом зависимость может наступить даже после первого применения, говорят врачи. Сегодня в регионе работают три крупных наркодиспансера. Кроме медикаментозного лечения, пациенты могут пройти курсы реабилитации и ресоциализации. Этим занимаются в том числе специализированные некоммерческие организации. Первая миссия, которую мы сейчас видим в этой сфере, это помочь этим организациям найти друг друга, взаимодействовать, чтобы действительно выставить в регионе какой-то непрерывный цикл коллаборации, взаимодействия, чтобы у нас не только некоммерческие организации и государственные медицинские учреждения, но и сами некоммерческие организации образовали какую-то такую сферу, где человек, попавший в эту беду, его близкие никогда не терялись. Смертельная авария в Камышлинском районе, приговор студенту, сбившему пенсионерку в Самарской области и падение ребенка в колодец в Кенеле. Подробнее об этом в обзоре происшествий. В селе Камышла произошло ДТП с пятью погибшими. Это случилось ночью 26 июня. На большой скорости водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого иномарка врезалась в деревянный сарай и загорелась. Все пять человек, которые находились в этот момент в автомобиле, сгорели заживо. По предварительной информации, водитель в момент ДТП был в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. В Самарской области осудили студента, который сбил пенсионерку. В ноябре 2020 года в вечернее время 19-летний студент колледжа ехал на автомобиле ВАЗ-2114 из поселка Подгорный в сторону села Кротовка. Водитель выехал на правую обочину, где сбил 62-летнюю женщину и скрылся. Пенсионерка скончалась на месте, рассказали в областной прокуратуре. В суде студент признал вину частично. Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил юноше наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. В Кенеле 12-летняя девочка упала в колодец. Это случилось 26 июня на пересечении улиц Полевой и Демьяна Бедного. В результате несовершеннолетняя получила травму. Обратилось в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и поставили диагноз «ушиб левой голени». Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Экс-нападающий Спартака Максим Глушенков подписал контракт с крыльями советов. В документе указано соглашение действительно сроком на три года. Напомню, 22-летний нападающий уже играл за крылья на правах аренды в сезонах 2019-2020 и 2021-2022. В составе самарской команды он провел 39 матчей. При этом забил 10 голов и отдал два голевых паса. Кроме того, новые контракты подписали голкиперы Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, а также нападающий Дмитрий Цыпченко. Соглашения рассчитаны до конца сезона 2024-2025 годов. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.